Коронавирус приостановил работу над законопроектом о домашнем насилии. Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявила спикер Софеда Валентина Матвиенко. И если работу по будущему закону пристановить можно, то побои, с которыми сталкиваются женщины и дети во время самоизоляции, лишь набирают силу. Мария Шалованова разбиралась в проблеме. В связи с пандемией коронавируса врачи утверждают, сейчас собственный дом – самое безопасное пространство для каждого из нас. Однако с этим вряд ли смогут согласиться люди, подвергавшиеся домашнему насилию. В опасности чаще всего женщины, дети, пожилые люди и инвалиды. А агрессорами в отношении них 80% случаев являются родственники мужчины. Изоляция, алкоголь, стресс, невозможность уйти, бездействие полиции. И все это приведет к тому, что мы увидим много страшных историй. Нахождение в одном пространстве все время приведет к росту случаев насилия. Мало того, что этого насилия станет больше, так оно еще будет намного сильнее. Даже позвонить и попросить о помощи за это можно получить по голове и лишиться жизни. Учредитель и директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина рассказал о том, что уход агрессора из дома уже приносит облегчение жертвам. Если в обычной жизни многие родственники и супруги бывают наедине друг с другом не так уж и часто, то теперь многие из них впервые в жизни вынуждены оставаться вместе в режиме 24 на 7 в тесных квартирах. Психологи говорят, что это и есть спусковой крючок для насильников. Большинство людей проводит время вместе только пару часов перед сном и выходные. И то выходные насыщены тем, что мы развлекались раньше. Ходили в театр, в кино, в магазины. То есть как-то было насыщено, была возможность переключаться. Сейчас этого нет. И, соответственно, конечно, напряжение нарастает, а куда-то его нужно тут девать. Собственно, оно, конечно, может быть в насилии, может выраживаться как раз. Если в семье происходит насилие, важно об этом рассказать, говорят специалисты. Чаще всего такие истории замалчиваются. И если это происходит, ждать послабления от насильника нельзя. Между жертвой и агрессором существуют особые отношения. После приступов физического или психологического давления всегда происходит период перемирия. Но чем меньше личного пространства у людей, тем короче раскаяние и длиннее периоды самого насилия. Тогда необходимо максимально отгородить себя от ярости и злости другого человека. Важно, чтобы, в общем-то, немножко снились в голос, отойти, попросить, сказать, ну да, вот в этой ситуации, я понимаю, что тебе сейчас сложно, ты сейчас очень сильно залишься. Проговорить то, что вы видите, что с человеком происходит. Если это алкогольный психоз, это не поможет, конечно. Это бежать, в любом случае убегать, убегать, вплоть до того, что убегать из дома. Российские правозащитные организации уже открыли горячие линии для жертв домашнего насилия в режиме самоизоляции, уже отметив всплеск подобных фактов. Пострадавшие могут заявить о себе и своих проблемах по номеру 8-917-897-6055. На этот номер можно и писать. Он зарегистрированный на популярных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram. Также просить о помощи можно, позвонив по номеру всероссийского телефона доверия 8-800-7600. А о том, как обстоят дела с домашним насилием на карантине в Тверской области, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Наши журналисты уже готовят этот материал совместно с региональному МВД России. Если вы столкнулись с этой проблемой, то также можете позвонить и на наш телеканал по телефону горячей линии 341-341.